Умный город это прежде всего комфортный город. И чем умнее, тем комфортнее. Причем к комфорту. Мы привыкли настолько, что даже какие-то часы без благ цивилизации кажутся невыносимыми. Вспомните хотя бы отключение воды на полдня. Кстати, над ее подачей в наши дома и офисы каждый день трудятся больше полутора тысяч человек. Так вот интересно, с помощью каких технологий очищают воду в столице? Сегодня мы увидим, как жидкость выглядит до и после очистки. И раз и навсегда покончим с главным вопросом. Можно ли пить воду из-под крана? Меня зовут Руслан Идрисов. И в новом сезоне нам вместе предстоит выяснить, чем будет удивлять умный город этой осенью. Это продолжение отстойников. Здесь, через вот эти сборные лотки, вода попадает в канал осветленной воды, так называемый. Ее нужно пропустить определенное время. Для бак-показателей это 10 минут. Если автоматика повышает давление, но она не увеличивается, значит где-то авария. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нескончаемые потоки воды изо дня в день круглые сутки поступают в квартиры, дома, бизнес-центры и фабрики большого города. Процесс для нас с вами стал настолько привычным, что уже давно никто не задумывается, как все это работает. Главное, чтобы аварии не было, напор из крана был хороший, ну и качество самой воды, разумеется. Трубы, насосные станции, фильтрация, казалось бы, придуманная неизменно. Вот только процессы и технологии меняются на глазах тех, кто трудится над сокращением потерь от фильтрованной жидкости и качеством ее подачи. Год 2016 и по столичным трубам течет умная вода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое умная вода? Это по городу установлены специальные датчики, специальные приборы, которые анализируют, какое качество воды, какое давление, какое потребление. И все это отправляют на центральный сервер. На центральном сервере информация обрабатывается, и здесь же решение принимает нет ни оператор, ни технолог. Процессом руководит правильно запрограммированный компьютер. Подача воды регулируется в онлайн-режиме автоматически. Если на левом берегу все вдруг утром начинают потреблять воду, мы не ждем звонков, что у нас низкое давление в диспетчерскую. У нас датчики сразу знают, что у вас там повысился разбор воды, соответственно, снизилось давление, и отправляют сигнал в онлайн-режиме на насосных фильтроварной станции. И там специальное оборудование повышает давление. Датчики, так называемые анализаторы давления, установлены по всей столице. Интересно, что аналогов этой системы в масштабах города нет ни в одной стране, на просторах СНГ. Работать на опережение в Астане начали еще 6 лет назад. За эти годы аварий на столичном трубопроводе стало меньше на 60%. И все же телефон в аварийно-диспетчерской службе не замолкает. Сюда мы звоним, когда дома нет воды или, скажем, напор слабый. И уже здесь, сами того не подозревая, сталкиваемся с системой мониторинга и анализа данных. Каждый конкретный дом или любой другой объект здесь под особым контролем. Перед нами система, куда поступают все заявки, и здесь обрабатывается. Когда поступает заявка, она сразу находит дом на карте. Мы там видим, какие сети подведены, кто в этом доме живет. Сюда заносятся все ваши данные, и, соответственно, отправляется машина. Потом мы можем уже строить анализ, каких заявок больше, каких аварий, что нам нужно делать, чтобы такие аварии снизить, где у нас хромают, где не хромают. Вот мы анализируем в этой системе. В столичном водоканале пошли еще дальше и новые технологии уже в наших квартирах. В «Умном городе» установили больше 90 тысяч счетчиков воды с дистанционным снятием показаний. Данные передаются на мобильные терминалы водоканала. Только представьте, никаких контролеров и траты вашего времени на передачу показаний. Вот это приемные камеры, в которых начинается уже процесс очистки воды. После приемных камер вода поступает в смесители. В смесителях происходит процесс образования хлопья воды. Хлопья нужны для того, чтобы они собрали на себя все взвешенные вещества, которые находятся в сырой воде, и выпали в отстойниках под действием силы тяжести, выпали в осадок. Это цех для водоканала «Святая святых». Что ни говори о счетчиках, коммуникациях и анализах данных, самое важное происходит в этих стенах. Сюда поступает вода в том виде, как она есть. Выходит отсюда, готовая к употреблению. Продумано все до мелочей. Это, например, камеры хлопья образования. Они сконструированы по типу лабиринта. Так течение воды замедляется, и появляется время для реакции полезных и не очень веществ. Дальше – отстойники. На дне установлена автоматическая система, которая вместе с силом счищает все осевшие вещества и дальше отправляет воду уже осветленной. Но это еще не конец. В фильтрах происходит уже заключительный этап очистки воды от взвешенных веществ. И после фильтра вода собирается через канал фильтрованной воды попадать в канал чистой обеззараженной воды. Там уже полностью готовая питьевая вода, которая поступает в резервуары чистой воды. И оттуда насосами из насосной станции второго подъема подается уже в распределительную сеть города потребителю. За сутки здесь готовят к употреблению 105 тысяч кубометров воды. Фильтры тоже очищают регулярно. Один раз в двое суток. В этом году мы перешли полностью на обеззараживание гипохлоритом натрия. До этого мы обеззараживали воду жидким хлором, который поступал на станцию в контейнерах под высоким давлением. И это было небезопасно, так как жидкий хлор является очень опасным веществом. Также вот несколько лет назад мы перешли на коагулирование жидким коагулянтом оксихлорит алюминия, который работает при любых температурах. Предыдущий коагулянт алюминий-сернокислый у нас работал только при высоких температурах. И все же конечный результат всего процесса анализируют в местной лаборатории. Здесь с помощью новейшего оборудования исследуют состав и свойства очищенной воды. Пить воду из-под крана здесь не только не боятся, рекомендуют. Это все у нас этапы очистки, которые лаборанты контролируют ежечасно. Мы открываем питьевую воду, которая непосредственно поступает уже в город. Это насосная станция, от нее уже проводится. Пропустим, потому что является свойством загрязнения трубой. Поэтому здесь течет постоянный ток води, по-моему объяснение. То есть даже если пьем воду из-под крана, ее нужно пропустить? Ее нужно пропустить определенное время. Для бак-показателей это 10 минут. Ну 10 минут, конечно, житель города не будет сидеть по счетчикам своим. Но хотя бы пропустить несколько минут следует, чтобы очистить уже сами трубы. Попробуем. Попробуем воду? Да, давай. На вкус, на цвет. Чтобы в дегустацию это не превратилось, если коровка, то в принципе она ничем не отличается. Ничем отличается. Но, во-первых, для человека же самое главное запах и вкус. Сейчас, тем более с этого года, у нас заменили жидкого хлора на, как вам уже рассказали, технологи, что у нас используется уже гипофорид натрия. Он били более мягок и соотношение хлора уже в воде меньше. Новые технологии здесь внедряют даже в систему безопасности. Объект, как вы понимаете, стратегический, потому любое вмешательство извне грозит комфортной жизни каждого жителя столицы. Потому вдоль забора по всему периметру здесь установлены специальные датчики движения и лазерные установки. При вторжении на территорию видеоизображение сразу же отправляется на мониторы службы безопасности. В общем, попасть сюда не так-то просто. Даже мы, чтобы войти, прошли тщательный досмотр. Выйти, я так надеюсь, будет проще. С вами был Руслан Идрисов. Увидимся на улицах умного города. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова